Книга «Открытым оком», пятый том, тема молитвы, вопрос 1418. В седьмой утренней молитве к Божьей Матери мы каждое утро просим ее, «Избави мя огня вечнующего, и червя жезлаго, и тартара, странно муки всякие покажи мя. Просим ли мы удалить из нас избавить, как уже имеющиеся, или же не допустить в нас, как непременно угрожающие нам? Что вообще это такое, и что об этом говорит Святое Писание?» Отвечает Игнатий Тихмич Лапкин. Вопрос ставите слишком глубоко, и его нужно для остальных слушателей разъяснить. Что значит удалить из нас? Грех пронизывает все существо человека, и все его 320 миллиардов клеточек наполнены смертью, формалином и реквиемом. «Удалить из нас эту смертность никто не может, но только Христос, пострадавший во искупление наших грехов, взявший нашу вину на себя и занявший наше место на Голгофском Христе». 1 Коринфянам 15.22 «Как водами все умирают, так и во Христе все оживут». Римлянам 17.13 «Грех, оказывающийся грехом потому, что посредством доброго причиняет мне смерть, так что грех становится крайне грешен посредством заповеди. Удаление, оживотворение происходит через принятие Христа своим Спасителем, через согласие на принятие Его любви, усвоение ее лично тобой, так что эта миссия не посильна ни Божьей Матери, ни Ангелам». 1 Коринфянам 4.12 «Ибо нет другого имени под небом, данного человеком, которым надлежало бы нам спастись. Удалить ту смертность из нас мы просить должны только Христа, Бога истинного. А вот уже после святого крещения, когда пыль греха снова обволакивает наши ноги, тогда мы просим помощи у святых, Ходатая и Матери Христа помолиться о нас. И не более того, она не может ни избавить, ни погубить, это в руках Христа. Исайя 43.11 «Я, я Господь, и нет Спасителя, кроме меня». Но они молятся за нас, не спят там, не просто царствуют без нас. Просим отвести грядущую от нас на нас беду, помочь нам устоять. Римлянам 18.8.27 Испытывающий же сердца знает, какая мысль у Духа, потому что Он ходатайствует за святых по воле Божией. Я тленный мой состав, расстроенный днесь рушу, земля устроив плоть, отъемлет плоть мою, а от небес приняв, вот тленно села душу, я душу небесам обратно отдаю. Александр Петрович Сумароков Богу нашему слава всегда, ныне и пресно, и во веки веков. Богу нашему славу.